Существует ли жизнь на других планетах? Насколько сегодня развит космический туризм и чем отличаются палубные истребители от обычных? Эти и другие вопросы местные школьники задали известному летчику-испытателю, герою России Валерию Токареву во время телемоста со звездным городком. Видеоурок в режиме онлайн провели в рамках образовательного космического проекта «Через Арктику к звездам». Для старшеклассников это не только полезная информация, но и возможность познакомиться с теми, кто непосредственно причастен к покорению таинственной вселенной. Урок общий, аудитории разные. На связи звездный городок. Посредством видеомоста на рейнмарских школьников знакомят с легендарным, без привлечения человеком, астронавтом и героем России Валерием Токаревым. На его счету два полета в космос, на шаттле «Дискавери» и корабле «Союз». Между тем он испытал 44 вида самолетов и вертолетов. Диалог в формате «Вопрос-ответ» старшеклассников интересует многое. Среди вопросов, в чем разница между палубными и сверхзвуковыми истребителями, и верит ли Валерий Токарев во внеземную жизнь? Ответ положительный. Герой России скрывать не стал. Космический туризм есть. Сегодня он активно развивается и даже признался, будучи командиром корабля «Союз», на борту находились не только члены экипажа, но и американский турист. Вопрос в том, что встречается в контактном городе, на данный момент. Но я могу сказать, что российское космическое агентство достаточно давно уже практикует поеду в корпус космических туристов. В основной частности, космические туристы бывают полотом. То есть я не стал с профессиональным астронавтом, у нас был вопросов, который, на данный момент, был вопрос инженера. А с обычным делом у нас трудно работал. Немало вопросов возникло и у школьников «Звездного городка», в частности, к сотрудникам Наринмарского авиаотряда, которые также участвовали в телемосте. Это Сергей Осипенко, ветеран предприятия, и Злата Чевердынская, единственная в Ненецком округе девушка-пилот. Я хочу поздравить вас с праздником авиации и космонавтики и сказать вам большое спасибо за ваш вклад в авиацию и космонавтику. И пожелать в дальнейшем приумножать этот вклад и помогать развиваться в космической сфере индустрии более сильнее, более мощнее, чтобы мы по-прежнему сохраняли лидирующие позиции в этой сфере. Что касается Сергея Осипенко, то в 1994-м он принимал непосредственное участие в спасательной операции, которая развернулась в Баренцевом море при девятибальном шторме. Тогда потерпел крушение теплоход «Яхрома». На борту сухогруза находились 12 человек. Вот их с помощью лестницы поднимают на вертолет среди членов экипажа Ми-8. Валерий Афанасьев, Виктор Цивош, Валерий Остапчук и Сергей Осипенко. Чуть позже указом президента их первыми в России наградят орденами мужества. Эта история послужит ярким примером высокого мастерства не только пилотов, но и всего коллектива Наринмарского авиаотряда. Наградили за меня, можно сказать, за то, что страху натерпелся, честно сказать. Я был вторым пилотом, то есть там был экипаж, Валерий Евгеньевич был командиром, там, да, еще у нас один был командир, а я был, скажем так, помощником их. И когда все это в работе, там мы приняли сигнал «Сос» у нас руководитель предприятия, значит, нужно было собрать экипаж для вылета в море. Я тут изъявил желание, все, подготовили задание полетное, подготовили вертолет, пролетели, время было светло еще, смотрим, корабль так полузатонувший, сухогруз, вокруг него стоят большие огромные корабли, ну, подойти к нему не могут, потому что были сильные волны. Подобный телемост уже второй по счету. Видеоуроки в режиме онлайн проводят в рамках образовательного космического проекта «Через Арктику к звездам». Это целый комплекс различных мероприятий. Ребят знакомят с известными личностями, рассказывают о Вселенной и даже устраивают выездные экскурсии в звездный городок. Ребята уже с каким-то объемом знаний, с багажом, с интересом пришли вот уже к 12 апреля. И сегодня уже на втором таком мероприятии они могли, им есть что спросить, есть что сказать у них. Мы видим, что есть интерес определенный, возможно, может быть, с нашего округа кто-то и полетит в космос. Будучи у вас в городе, мы видели, сколько заслуженных, авторитетных людей живет, являются жителями звездного городка. У вас находится замечательный центр подготовки космонавтов, музей. Мне бы очень хотелось, чтобы не только мы, как уже где-то взрослые, но и присутствующие здесь школьники могли также прикоснуться к той истории, великой истории, которая сохраняется и приумножается в вашем звездном городке. Организаторы проекта говорят, телемост со звездным городком далеко не последний. Такие уроки должны стать традиционными. Встречи будут проходить как минимум раз в две недели, при этом с новыми гостями. Олег Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова